Все индивидуально. Эти хейтеры, они сами себе противоречат. Если плечи не секутся у меня, значит все, запрещенные препараты, фарма. Если секутся, ну все, то же самое. Если помпанул, надул, надутые, значит синтол. Ребята, просто попробуйте делать, вот как я вам показываю. Через 3-6 месяцев с плечами будут очень приятные изменения, и вы из хейтеров станете моими преданными фанатами. Многие спрашивают, как насчет тренировки плеч сидя, это же безопасней. В каком плане это относительно безопасней, что даже из сидя вы можете делать щитингом. И так тоже делают профессионалы. И хорошее упражнение, но веса снижаются. Если стоя могу щитингом делать 40, значит сидя это будет 30. Если стоя 45, сидя это будет 32-35. Вы уменьшаете рабочий вес. В этом плане несколько безопаснее подросткам делать сидя. Применять щитинг или не применять ваше решение, и так и так будут расти плечи. Потому что три важные вещи, чтобы расти плечи. Начинать с них тренировку. Начинать со среднего пучка. Работать до отказа. Не делать большую амплитуду. Средить, чтобы мизинец был выше, чем большой палец. Видите, уже не три, а гораздо больше пунктов начал вспоминать по ходу. Но основные это делать с большим весом, начинать с разводки или с тяги, а не с жима. Ну и желательно, конечно, прийти к большим весам. А если вы будете делать щитингом, вы к большим весам придете быстрее. Даже уже профи, у которых веса уже и так большие, все равно продолжают использовать щитинг. Он позволяет еще больше дать нагрузку на нужный пучок. Еще больше нагрузить целевую мышцу. Понимаете, по своей биомеханике, движение на бицепс и на плечи щитингом более естественные и правильные. Внизу, в нижней точке, вы даете толчок и вы прям чувствуете, что трудную точку амплитуды вы уже можете пройти с максимальной для себя эффективностью. Прочувствуйте щитинг, прочувствуйте все прелесть этого движения, вы уже не сможете полностью от него отказаться. Хотя я не против, допустим, месяц выделить без щитинга, месяц отработать, потом месяц, наоборот, почитерить. Почитить. Чередуя эти методики, мне кажется, вы будете уверены, что вы и правильно можете поднять хороший вес и с правильной техникой. И щитингом, чисто психологически, даже вам будет легче. Вы будете знать, что вы не обделены, что ли. Задний пучок. Огромную важность имеет задний пучок. Это и улучшение вашей осанки. Развитая грудь сводит плечи вперед. А вам же надо разводить. Вы же спортсмены. И я бы сказал, или на первом месте задний пучок, или на втором. Смотря, что у вас больше развиты. Я начинаю всегда со среднего пучка. Вторым упражнением задний, а передний пучок можно делать, можно не делать. По вашему усмотрению, могут в конце идти жимы или не идти. Жимы помогут вам жать лежа, жать на наклоны и отжиматься на бусях. Можно их оставить, как подсобку, но не думайте. Интересно, если вы надеждой, что жимом сто или сидя можно накачать плечи. Это могут делать только люди, у которых они сами по себе растут. Генетически одаренные. Такие, как Дима Клоков. И то он начал делать уже, по-моему, и разводочку, и тоже плечи работают у него лучше. Не сводите сзади, не сводите. Вот это не то, совсем не то. Это у вас уже работает трапеция, когда лопатки сводятся. Почему так важна частичная амплитуда при тренировке задней дельты? Потому что просто здесь идет задняя дельта, а там уже идет середина спины. Дельта очень сложно растянуть. Заднюю дельту растягивается так, чтобы растянуть среднюю дельту. Это вообще очень сложно. Это что-то надо вот такое делать. Но это же и хорошо. В этом и уникальность этой мышцы. Вам трудно ее будет порвать. Например, почему столь безопасной разводки щитингов? Потому что в нижней точке, когда вы бросаете вес, эта опасная наружка не попадает на растянутую мышцу. Почему так опасно резко делать разглотку лежа на спине с гантелями? Или делать жим штанги лежа, резко бросать на себе штангу? Мышца в растянутом положении грудная получает максимальный вес, умноженный на ускорение снаряда, и мышца рвется. Тут вы ничего себе не можете ухитриться. Порвать это будет очень сложно. Тормироваться, бросая гантели в щитинге. Потому что вот как надо сделать руку, чтобы перерастянуть среднюю дельту. Я не думаю, что вы так будете разводку делать, да? Хотя может кто-то и попробует. Может быть Денис Борисов. Я считаю, что руки должны быть на высоте плечевого сустава или чуть выше. Опуская руки ниже, в таком положении уже тоже больше спина будет идти. Имеет ли на право жизнь вот такой хват? Имеет право и вот так можно. Как вы больше чувствуете, так и делайте. Я делаю так, как я лучше все чувствую, как мне удобнее. И как я больше чувствую задний пучок. Вот мы видим, как красиво работает задняя дельта, как красиво, когда у девушки накаченные слегка рельефные плечи. Вот именно этот пучок, вот средняя, вот задняя часть дельты. Очень красиво работают мышцы. Мне, например, нравится, хотя я больше фанат ягодичных мышц, конечно, в случае моей любимой жены. Но и то, что она так себе сделала такую форму, не выступая на соревнования, это без сушки. Без сушки, просто правильное питание. Всевозможные жимы сидя гантели почему-то популярны, потому что базовое упражнение. Раз. Потому что многие профессионалы его делают. Два. И когда делаешь это упражнение, плечи надувают, они раздуваются, как шары. Потому что работают все три пучка и трицепс, то есть сюда нагнетается кровь. Но я делал много лет жим сидя и 50 кг жал на 11 раз. Мой лучший личный рекорд, 50 кг на 11 раз. Ну вот это вот так. Я сюда не опускал никогда, я же не дурак. Плечи все убивать. От ушей и до сведения над головой. На 11 повторений. В один прекрасный день я понял, что плечи это надувает, но основная нагрузка где? Вот. Передний пучок четко чувствуется. Поэтому я решил, что если вам нужна передняя дельта, если вы хотите ее тренировать, если вам нравится пампинг. Ну, делайте. Но от пампинга у большинства людей ничего расти не будет. Особенно если это ангуральный бодибилдинг. Кровь взошла, кровь вышла, как я люблю говорить. И все. Нужно травматизировать мышечные волокна плеч, чтобы они потом восстанавливались и нарастало мясо. Ну, вот жим Арнольда. Даже с 15 килограммами можно добиться шикарного напряжения в передней дельте. и накачать все три пучка кровью. Сколько повторений в жиме Арнольда? Ну, 8-10. Я максимум пробовал делать это упражнение где-то 27,5-30 килограмм. Жим Арнольда с большим весом, я считаю, опасен. В самом случае для меня, потому что вращательное движение присутствует. Вращательное движение для плечевого сустава опаснее. Но кто делает 60 килограмм жим гантели сидя, он может и 35 килограмм, думаю, сделать жим Арнольда. Риск не такой большой. Делать жим Арнольда или обычный жим гантели сидя. Хочется пожать побольше. Делаем обычный жим гантели сидя. Ну, побольше это все индивидуально. Для мужчин это может быть, допустим, нормальный вес. Начинаю от 30 килограмм, если ты уже не такой прям дрищ. 40 килограмм уже хорошо. 50 уже красавчик, уже чемпионы занимаются по 50 и больше. Михаил Романов, поющий качок. Мой ученик по 60, по-моему, сидя делал. Вдох-выдох. Вот Юлечка по 5 жмет. Она сейчас немножко приболела. Я не перегружаю, но я знаю, что достаточно. Я знаю, что и 8 возьмет. Вообще, девчонки, если не хотите накачать плечи, веса примерно такие. Разводка 5-7 килограмм. Сжим там 8-10 максимум. С такими весами тонус мышц, вот как у Юлечки. Тонус хороший будет, но там прям гипертрофия, чтобы большие плечи больше, чем у меня, такого не будет. Но красиво смотрится, красиво. Опасность этого упражнения жим-ротели в чем? С точки зрения самого движения, оно более безопасно, чем жим штанги для ротаторов плеча. Но возможен подворот. Сила растет быстрее, пока 3 минуты вперед. Сила растет быстрее, чем стабилизаторы успевают накачиваться. То есть, вы можете пожать 10, а рука еще держит пока только 7. Вы взяли 10, в 3 раза пожали, потом раз подвернули, травмировали плечо. Поэтому лучше, чтобы напарник или тренер придерживал хотя бы в нижней части амплитуды за предплечье. Метод медостраховки очень интересный. Сейчас я пожму гантели чуть больше. Как взять самому гантели по 30 килограмм? Есть несколько способов. Вот есть с ногой и с бицепсом. Раз, нога, бицепс, раз. Нога, бицепс, два. И уже я сижу. Почему я низко опускал? Да вес для меня безопасный, маленький, 30. Если вы берете вес для вас там уже на 6 раз больше, я рекомендую опускать не ниже, чем вот так. Всевозможные подъемы перед собой могут тоже помочь вам подкачать среднюю дельту. Если делать не идеально, прямой рукой вперед. А чуть подсгибать локоть поочередное или одновременное выполнение может помочь вам бомбануть и передний и средний пучок. Я у одного здорового немецкого атлета подсмотрел на тренировке. Он так делает, я ему говорю, зачем тебе переднюю дельту качать? Она же так опережает. Он говорит, если локоть вот так чуть-чуть в сторону, средняя тоже хорошо пробивает. Но зачем это нужно делать? У кого-то вот так есть боль или дискомфорт, а так нормально. Вы, получается, можете тренировать мышцы, не допускать атрофии этого пучка, поддерживать форму без боли. Очень важно тренироваться не через боль. Конечно, есть боль полезная, когда надо терпеть сжение, но когда есть травма справа или слева, тут уже боль терпеть нельзя. Вы воспаляете, вы усиливаете воспаление, замедляете восстановление. Можно, конечно, все делать чисто, прижаться к стеночке. Поднял, подержал, пять секунд подержал, пять секунд опускаешь, фиксация, пиковое сокращение. Но будет ли результат? Нет, не будет. Я так делал несколько лет. У слабого, генетически одаренного спортсмена должны быть супер эффективные методы тренировки. То, что дает химику хороший рост, то, что дает генетически одаренному хороший рост, вам рост, если вы обычный, такой же, как я человек, вам, ребята, это рост может вообще не давать. Вам нужно то, что самое, самое эффективное. Сверх нагрузка на мышцу, сверх удобные, сверх физиологичные упражнения, комфортные для суставов, которые позволяют напрягать мышцу по максимуму. Я использую лямки. Я умею привязываться одной рукой гантели к лямке. Несложно научиться просто перебирать пальчиками. Зачем лямке усиливается хват? У меня нет проблем с хватом. Вы же видели соревнования, где я участвовал по силу хвата. 82,5 килограмма роллинг тандер я потянул. Но зачем я буду тратить силы на хват, если я пришел качать плечи? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то в этом упражнении максимум делал где-то 32-35, может 37. По-моему, 40 никогда не брал. Сейчас 27,5. Четвертое упражнение – сушка. Ребята, я сдутый. Полностью нет гликогена, ни капли. Я в два раза меньше, чем обычно. Вот после соревнований, посмотрите, мышцы надуют, вены повылезают. Это будет жесть. Напишите в комментариях, какие еще мышечные группы покачать. Мы сегодня делали плечи. Я надеюсь, тренировка понравилась не только мне, но и Саше. Да? Да, очень понравилась. Ну и маме? Я болею, но все прошло очень-очень хорошо. И вам. Целовать вас не буду, но мысленно вас всех люблю и обнимаю. Пока. Далеко не все мои видео выходят на канале YouTube. Также выпускаются специальные видеоролики для подписчиков секретной качалки. Подпишись прямо сейчас и получай ссылки для избранных прямо к себе на почту. Я провожу тренировки по скайпу, в том числе готовлю своих воспитанников к чемпионатам по мэнс физик, фитнес бикини, жиму лежа, классическому бодибилдингу и натуральному бодибилдингу. Я подготовил несколько чемпионов в различных видах спорта. Один из моих учеников стал чемпионом и получил первое место на конкурсе в категории мэнс физик. В данный момент я провожу акцию, снизив расценки на тренировки.